Когда на нашей улице началась газификация, многие соседи сломали свои отопительные печи, завалили дымоходы. Мой дядя сказал, газ это хорошо, проводи, но печку не выбрасывай, будь всегда готовым к войне, когда не будет ни газа, ни электричества. Как он был прав. Итак, печку решили оставить, но задекорировать ее под камин. Я раньше не занимался работами такой сложности, тем более печными. Нашли по знакомству двух спецов. На книжном рынке мне попался журнал «Печи и камины». Там подобрали интересную модель. И она была взята за основу. Нужна была арочная чугунная дверь, чтобы все было в гармонии. На одном из предприятий работала литейка. Там за скромное вознаграждение согласились отлить дверку. Только им нужна была деревянная модель. И приятная неожиданность. Оказалось, на нашей улице жил модельщик. И через неделю модель была готова. Вот с литьем получилось по времени дольше. Только с третьего раза отлилась ровная дверка. Две первых были пропеллером. Расплатившись с литейщиками, мы забрали все три варианта. Кстати, одна из бракованных дверок после моей доработки болгаркой была установлена у банную печь. Но это уже совсем другая история. Портал камина решили сделать комбинирован. Кирпич плюс камень-плетняк. На нашем участке нашелся кирпич. И нашлась замена плитняку. Красная черепица. Недалеко был брошенный дом под разборку. Сняли 20 штук черепицы. И черепица не характерная для нашего региона. И с клеймом на немецком языке. Хёнгеда. Половину черепицы оставили на заборные столбики. А половину порезали на полосы шириной 6 сантиметров. Хёнгеда. Деревня в Тюрингии. Центр Германии. Там давно производился кирпич и черепица. Здесь находится источник сырья Ротеберг. В Хёнгеде базируется компания Креатон. Ежегодно производя около 20 миллионов прессованных кровельных черепиц. Подобную черепицу я видел только на двух домах. В нашем и соседнем городе. Вот вопрос. Как и когда черепица с Тюрингии попала на Донбасс? Вручив спецам-профессионалам кирпичи, журнал, дверку, аванс, я уехал с другом на охоту в Винницкую область, пообещав жене привезти шкурку лисы. И сдержал своё обещание. Жена была рада. Но то, что увидел я, никак меня не порадовало. Камин был сложен из перемазанного раствора криво положенного кирпича. Были неприятные разборки с профессионалами. Часть денег удалось вернуть. Работу они свою разобрали. И недовольные уехали. Уже позже была обнаружена и пропажа журнала печи и камины и моей кирочки для кирпича. От их работы осталась переложенная углом печь и порезанные по размеру чугунные плиты. Отступив от печи один сантиметр, выложил портал своими руками. И печь-камин стала украшением нашего дома. Летом на ней стоят вазы с цветами, антикварные статуэтки, бутылки с вином. Осенью все это убирается, и печь становится частью коптильни. Плюс дымоход на чердаке. На Рождество и Новый Год на камин вложим подарки. Со снижением температуры печь протапливается вечером дровами. Горячий дым проходит по всем семи колодцам грубы. И тепло держится до утра. А в сильные морозы топим и углем. Тогда чугунная дверка и плиты раскаляются до красна. Печь-камин создает в доме красоту и комфорт. Продолжение следует...